Спасибо большое, уважаемые друзья, участники заседания, дамы и господа. Хочу начать свое выступление словами благодарности в адрес премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммед Кали Душкевичу Абылгазееву за традиционный теплый прием и гостеприимство, а также за достойную организацию сегодняшнего заседания Евразийского межправительственного совета. На заседании в узком составе мы уже обменялись мнениями и определились по концептуальным моментам, относящимся к сегодняшней повестке дня. Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты обсуждаемых нами вопросов, которые имеют важное значение для наших стран. Относительно регулирования алкогольного рынка считаю необходимым отметить, что страны Союза в целом выступают за снятие барьеров в этом секторе экономики. Для Армении он является приоритетным направлением и имеет широкие экспортные возможности на рынках Евразийского экономического союза. Считаем важным достижение окончательного решения по нормативам распределения сумм важных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза. Этот вопрос уже долгое время обсуждается в нашей организации и требует скорейшего решения. Мы придаем особую важность созданию общего финансового рынка ЕАЭС. Достижению этой цели, в частности, будет способствовать соглашение о гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое должно вступить в силу в 2020 году. Подписание соглашения в сферах доступа брокеров и дилеров одного государства к участию в организованных торгах на биржах других государств-членов также имеет существенное значение в этом деле. В данном вопросе мы считаем важным предоставление возможности по размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах и осуществлению обмена информацией по кредитным историям. Все страны нашего союза подтверждают заинтересованность в согласовании концепции трансграничного информационного взаимодействия. Реализация этого документа будет иметь положительное влияние на осуществление бизнес-процессов между государственными и частными учреждениями стран Союза. Считаем абсолютно своевременным подписание соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза. Реализация положения данного соглашения созвучна с приоритетами Армении в области здравоохранения и защиты окружающей среды. Мы придаем важное значение тому, чтобы субъекты наших стран, работающих в агропромышленном секторе, имели обобщенную информацию о спросе и предложении сельскохозяйственной продукции в государствах-членах Евразийского экономического союза. Уважаемые друзья, пользуясь предоставленной возможностью, я хочу проинформировать вас о том, что в начале июля этого года я посетил Сателлистическую республику Вьетнам и Республику Сингапур с официальными визитами. Как страна, председательствующая в ЕАЭС, мы уделили особое внимание вопросам сотрудничества нашей организации с обоими странами. Были обсуждены возможности расширения торгово-экономического взаимодействия и, в частности, вопрос о подписании договора о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. Была достигнута принципиальная договоренность о том, что в случае своевременной завершения переговорного процесса и согласования проекта договора, премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, на котором и будет подписан этот договор. Пользуясь случаем, хочу обратиться к государствам-членам ЕАЭС, к руководству коллеги с просьбой максимально ускорить все необходимые процедуры, связанные с согласованием проекта договора для успешного подписания 1 октября в Ереване. Прошу вас взять данный вопрос под свой личный контроль. В соответствии с договоренностью с главами государств-членами ЕАЭС я также пригласил президента Ирана принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Хочу также сообщить о том, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета будет проводиться международный форум под названием «Транзитный потенциал Евразийского континента». В этой связи хочу обратиться к Вам с просьбой обеспечить по возможности широкое участие представителей государственных и частных учреждений Ваших стран на этом важном мероприятии. Для участия в форуме приглашены главы всех государств, членов Евразийского экономического союза и стран-партнеров ЕАЭС. Предполагается, что на площадке форума будут обсуждены актуальные проблемы развития транспортно-логистической сети континента, в перспективе разработки новых и реализации существующих масштабных инфраструктурных проектов государств и регионов, а также вопросы, связанные с работой.